Всем привет, меня зовут Богдан. Вы меня знаете как соавтор симулятора DS. И не так давно я стал фаундером стартапа Vibe.ai. Сегодня я расскажу вам про юнит-экономику, которой я довольно глубоко разобрался, разбирался в ходе работы над своим стартапом. И мне кажется, какую картину я для себя построил, это то, что важно знать и понимать. Абсолютно каждому, независимо от того, кто вы там, дата-аналитик, ML-инженер, AI-девелопер, дата-инженер. У любого, абсолютно у любого члена крупной команды должно быть понимание, а к чему мы все это делаем, к чему мы все двигаемся. Какая конкретно у тебя роль в рамках всей компании, в рамках всего продукта. Потому что именно те, кто понимают, в какую сторону нужно работать, в какую сторону нужно воевать, они и получают более быстрое продвижение. Их действия более целенаправлены. И они не просто пишут код, чтобы писать код, или рисуют дашборды, чтобы рисовать дашборды. Они действительно понимают, как лично они контрибьютят в общее дело. Поэтому важно понимать, что такое юнит-экономика, важно понимать, как ее считать, какие у нее есть компоненты, как каждая метрика, которую вы слышали или знаете, встраивается в общий пазл. И, соответственно, на что из этого вы какими своими действиями можете повлиять. Собственно, вот этот весь страшный конструктор, в котором мы сейчас будем разбираться. На самом деле, то, что я сейчас показал, как я и сказал, это, наверное, то, что круто знать полностью, хотя бы на базовом уровне, даже стажеру. Здесь мы обсудим очень много метрик, про которые вы уже слышали, уже знаете, возможно, и поймем, как каждая из них влияет на всю бизнес-модель того продукта, где вы находитесь, или той компании, в рамках которой вы работаете. Начнем с самого начала. То, зачем я, например, как собственник в компании гонюсь, это найти такой канал продаж, такой канал дистрибьюции нашего продукта, чтобы его соотношение LTV к Customer Acquisition было на уровне 300 или более процентов. Сейчас мы обсудим, что каждая из этих компонентов означает. Собственно, юнит экономика – это как раз соотношение LTV, то есть lifetime value, той прибыли, которую один клиент нам принесет за все время его пребывания в нашем продукте по отношению к затратам, которые мы сделали на его привлечение. То есть у нас вся эта дробь – это соотношение вот этих двух величин. И мы обсудим, как каждая из них считается. Начнем с lifetime value. Нам нужно понять, что у нас в нашем продукте, как правило, есть просто пользователи, которые взаимодействуют с нашим продуктом. Они могут быть просто бесплатными пользователями, они могут быть на trial-версии или их вообще может не быть. И есть, собственно, клиенты. Клиент – это человек, который нам заплатил хотя бы 1 рубль, хотя бы 1 доллар. То есть это та часть аудитории, за счет которой мы, собственно, и существуем. Кто нам платит деньги, желательно регулярно, и, по сути, кто делает вклад в нашу выручку. Собственно, да, наша выручка. Из чего она складывается? Она складывается из того, сколько у нас клиентов сейчас и того, сколько каждый из них нам в среднем платит в месяц или, например, за неделю. Смотря как мы считаем нашу месячную выручку. Но здесь не совсем месячная выручка. Здесь так называемый MRR – Monthly Recurrent Revenue. То есть это не просто выручка за месяц, это повторяемая выручка. В чем разница? Эту разницу, наверное, легко продемонстрировать на примере некоторого продукта, у которого есть подписка разного периода. Например, у него есть подписка на 1 месяц и подписка на 1 год. Тогда в месячную выручку подписка на 1 год. Вот, например, у нас в этом месяце пришло, скажем, 10 человек, которые купили на 1 год. И все их платежи засчитаются в этот месяц. Но в случае MRR вот эта выручка с пользователя на долгой подписке, она размажется по месяцам на весь его период подписки. И мы в MRR добавим только, получается, 50 поделить на 12. То есть мы таким образом свою среднюю выручку на пользователя просадим, но мы получим зато деньги вперед. То есть когда-то на каких-то этапах это очень хорошо, сразу взять деньги. Когда-то это плохо, потому что мы, по сути, забираем деньги у себя в будущем. Но чтобы мы эти деньги у себя в будущем получили чисто из месячных подписок, нам нужно, чтобы наш клиент оставался в нашем сервисе. Для MRR у нас в симуляторе DS, кстати, есть задача. И здесь очень классная демонстрация, как выглядит структура вот этой вот месячной повторяемой выручки. То есть у нас есть базовый MRR. То есть это пользователи, которые ранее, скажем, в прошлом месяце были уже в нашем сервисе, и они остаются в этом, не прекращая свою подписку. Есть какая-то доля новых клиентов, здесь вот светло-зелененький. И есть, например, у нас несколько тарифов, и часть пользователей, они повышают тариф, часть постоянных пользователей. Это здесь вот показано как апгрейд. Но также есть и потери. То есть есть пользователи, которые отменили подписку. Здесь они подписаны как черн, что переводится как отток. И те, которые понизили себе тариф желтым цветом. Соответственно, мы хотим, чтобы наш стартап, чтобы наш продукт рос, чтобы вот эта вот часть над графиком, которая опять-таки складывается из повторных платежей и новых оплат, чтобы она перевешивала и очень сильно потери выручки, то есть отток. Здесь тоже вот примерно та же мысль, что в нашу систему за счет маркетинга и продаж добавляются новые клиенты, которые платят нам новые деньги. И пока они прибывают в нашем сервисе, они снова и снова платят деньги. И есть отток, черн. И мы хотим, ну то есть в этот стакан наливается вода, и мы хотим, чтобы из него вытекало сильно меньше, чем в него втекает. Вот такая вот вам маленькая метафора. И, кстати, это, к слову, отличительное свойство стартапа в том, что в случае стартапа он должен давать цену использователю, которая, ну то есть это не просто поигрался и бросил, не просто один раз заплатил и сказал пока, а чтобы он оставался в нашей системе, чтобы действительно с течением времени сервис, продукт продолжал приносить ему пользу, и он продолжал нам за это платить деньги. Потому что иначе наш, собственно, LTV, наш lifetime value, то есть прибыль с одного пользователя, она будет очень маленькой, и мы будем очень много тратя на привлечение пользователя, очень мало с ним денег получать обратно. А мы хотим, соответственно, чтобы, как я сказал, соотношение LTV к стоимости привлечения было как можно больше. Двигаемся дальше. Собственно, MRS еще состоит, еще раз, из средней выручки на одного клиента, что обозначается аббревиатурой RPPU. Про это, кстати, у нас есть задача в Семуля 3DS. И число клиентов. То есть мы хотим расти вширь, и в то же время с одного пользователя хотим какую-то нормальную сумму получать. Мы можем контролировать то, сколько мы денег получаем с одного пользователя. За счет чего? За счет цены, за счет разных тарифов. Как я сказал, мы можем варьировать то, какую скидку, например, пользователь получает, покупая сразу годовой тариф. За счет скидок, за счет промо. То есть мы можем сделать для пользователя покупку в более соблазнительном моменте, просадив немножко средний чек. И нам нужно понимать нашу юнит-экономику, понимать, как мы повлияем за счет этого маркетингового действия на всю юнит-экономику, чтобы решаться или не решаться на то или иное промо. И, соответственно, мы еще говорили про число клиентов. Опять-таки, из чего оно складывается? Это постоянные наши клиенты, и мы хотим делать так, чтобы они в нашем сервисе оставались. И, собственно, новые привлеченные клиенты за счет маркетинга, продаж, которые недавно включились в наш сервис. Постоянные клиенты остаются с нами, если наш сервис полезен, если они действительно его используют, если он действительно дает им какую-то ценность, закрывает их боль, закрывает их потребность, а не просто зашел, вроде прикольно, но не то, чтобы ты это будешь использовать. Потому что если для человека это не дает ценности, он не будет за это нам готов регулярно платить деньги. Если пользователь не пользуется нашим сервисом, если он не проявляет активность на нашем сервисе, то этот пользователь прекращает платить, и это отток, который мы хотим минимизировать. Про то, как оценивать отток, как его предсказывать, за счет чего его находить в активности пользователей, что он случится когда-то скоро, у нас есть, опять-таки, в симуляторе DS задачка. Активность пользователей. Как мы можем ее померить? Самые, наверное, первые метрики, которые вам приходят на ум, это DAO, WOW, MAL. MAL переводится как Monthly Active Users. Пользователи, которые активны в течение месяца. То есть кто хоть раз сделал хоть одно действие в нашей системе за месяц. Например, это случай Телеграма, кто хоть раз там отправил сообщение. Также есть WOW, Weekly Active Users, кто хоть раз за неделю это сделал. И DAO, кто хоть раз за день это сделал. Причем здесь можно считать как все эти три метрики как по всем пользователям, так и, что более целесообразно, во многих случаях только по платным клиентам. На эти метрики, как с помощью сиквела посчитать WOW, DAO, MAL, у нас также есть задачи, где вы можете потренировать свои навыки построения оконных функций. Собственно, вот мы посчитали, например, нашу среднюю выручку на одного клиента. Что же дальше? Как это помогает нам оценить LTV? Да очень просто. Вот у нас есть, собственно, этот самый RPPU, средняя выручка на одного платящего пользователя, скажем, за месяц. Мы должны ее умножить на gross margin, на маржинальность, то есть сколько, какая доля из тех, какую долю денег из тех, которые пользователь нам заплатил, мы можем положить себе в карман. Очевидно, мы, ну, почти всегда мы не из воздуха берем деньги от пользователей, мы им даем какой-то сервис, какой-то продукт. И у этого продукта часто бывает некоторая себестоимость. Из чего она может складываться? Ну, например, если у вас приложение, скажем, в App Store или Google Play, то, скажем, да, то у вас обязательно будет комиссия по 15%, если вы еще небольшое приложение и зарабатываете менее 1 миллиона долларов в месяц в год на App Store, и если вы получаете больше, у вас будет комиссия 30%. То есть 30% App Store забирает себе от денег, которые пользователи платят качественные, например, подписки. Также, если у вас, например, AI-стартап, то у вас могут быть расходы, связанные с себестоимостью обслуживания. То есть, например, вызовы в OpenAI или другого провайдера, LLM, или какие-то еще расходы. Причем важно, что в маржинальности участвуют только так называемые переменные траты. То есть у нас есть постоянные траты в виде инфраструктуры, то есть база данных, сервера и так далее, в виде зарплат, которые, опять-таки, в течение времени не меняются. Ну, то есть у нас есть какая-то команда, да, мы как бы нанимаем больше людей, но на разработку, на какие-то такие вещи у нас как бы одна и та же команда, которая никак не меняется, существенно в зависимости от количества пользователей. Но здесь как бы может быть исключение, например, некоторые сотрудники, вам их нужно физически больше, если их число растет пропорционально размеру вашей пользовательской базы, например, саппорты. Здесь, опять-таки, в маржинальности учитываются только переменные траты, то есть те, которые растут пропорционально тому, сколько у нас клиентов. Еще раз, у нас маржинальность, это отношение нашей чистой прибыли в разрезе одного клиента по отношению к обороту, ко всем деньгам. Про то, как управлять маржинальностью с помощью цены, у нас тоже есть задачка в симуляторе DS, которая, к слову, про, что я не упомянул, про динамическое ценообразование, то есть в некоторых случаях мы можем нашу цену использовать как маркетинговый инструмент, который меняется в течение времени, меняется в зависимости от пользователя, меняется в зависимости от каких-то там рыночных факторов и служит для такого привлечения, опять-таки, пользователя. И мы за счет изменения цены меняем маржинальность нашего сервиса общего и, опять-таки, тоже влияем и на время жизни, и на то, сколько пользователей приходит, и на другие какие-то штуки в рамках нашего сервиса. Итак, нам нужно посчитать маржинальность. Ну, собственно, что нам для это нужно? Нам нужно как бы знать историю наших продаж, хранить по базе данных и уметь считать стоимость обслуживания клиента. То есть она может быть. В случае, если, например, комиссия платформы, мы ее знаем заранее, сколько она процентов занимает. В случае, если это там затраты, связанные с активностью пользователями, как, например, то, как часто они пользуются нашим сервисом, то, как часто вызовов в GPT они делают. Как бы мы это все должны как-то аккуратненько агрегировать, усреднить и посмотреть, какой остаток, чисто прибыль, долю занимает от выручки. Это и будет наша маржинальность, маржинальность нашего бизнеса, нашей компании, нашего продукта. Если мы умеем ее считать, то, перемножив одно на другое, месячную выручку на маржинальность, мы получаем, можно сказать, value, месячное value, сколько нам, месячную прибыль, сколько нам один клиент приносит каждый месяц, пока он остается на подписки. И далее нужно умножить на нечто, что мы можем обозначить как lifetime. Сколько пользователей в среднем держится в нашей системе. Здесь приведена одна из очень-очень грубых и часто, ну и довольно редко используемых формул для оценки. Собственно, что здесь происходит? мы хотим оценить, сколько пользователей продержатся в нашем сервисе. Здесь делается предположение, что с каждым месяцем у нас отваливается примерно одно и то же число пользователей. То есть у нас удерживается, иными словами, retention – это удержание. Удерживается одно и то же число пользователей. Собственно, если мы посмотрим на формулу, то есть вот мы взяли в первом месяце, у нас будет как бы пользователь купил один раз на один месяц, он как бы точно будет, то есть у него lifetime точно будет как минимум месяц. Как посчитать, сколько пользователей будет, ну какой средний lifetime будет на два месяца? Ну нам нужно взять один плюс R, R здесь как раз процент удержания, и у нас получится вот один плюс R. А сколько пользователей доживут до третьего месяца, до второго дожила R, значит до третьего доживет R в квадрате. Соответственно суммарно, если мы вот такой вот как бы обрезанный LTV будем считать, по трём месяцам это будет один плюс R плюс R в квадрате. и эта величина она, ну это такой как бы убывающая сумма, убывающий ряд. Соответственно опять-таки на четвёртый месяц это будет R и так далее. И из школьной математики мы знаем как превратить этот скользящийся ряд в некоторую формулку с помощью простейших операций, мы получаем один поделить на 1 минус R R удержание. Это 1 минус R это соответственно процент чёрно. Эта формула опять-таки повторюсь грубо, её редко используют. Это какое-то такое очень базовое примитивное представление как вот можно посчитать lifetime. И я чуть-чуть позже расскажу а как это лучше считать. Но зная некоторый абстрактный lifetime, умея предсказывать а сколько пользователей продержатся в нашей системе, и сколько он нам в месяц приносит прибыли, разница между выручкой и всеми затратами, мы можем оценить собственно lifetime value. То есть сколько нам пользователь за всю свою жизнь принесёт. Но к слову часто считают не абстрактный lifetime на всё время жизни, а например lifetime в разрезе года. То есть если пользователь сегодня пришёл, то мы оцениваем, а сколько он за год может в среднем принести. То есть то, что будет дальше, нас пока что не сильно волнует, нам интересно, насколько он окупится в диапазоне года. И правильнее моделировать lifetime с помощью разных распределений, с помощью разных оценок. И я в конце покажу, как это можно сделать. Но вернёмся к тому, а что влияет на lifetime ещё раз. Как я сказал, на него влияют затраты, на него влияет, сколько в среднем нам пользователь платит, и удерживается ли пользователь в нашем сервисе, нашем продукте. Продукт это некоторая такая штука. Продукт это с чем пользователь может взаимодействовать. То есть, например, это может быть контент обучающей платформы, это может быть какой-то AI-сервис, это может быть мобильное приложение. Y-комбинаторы говорят, что очень хороший продукт, это отличный продукт, это 80% успеха для твоей компании. То есть, продукт это тоже на самом деле часть в каком-то смысле маркетинга, потому что он показывает пользователю, он доносит пользователю что-то, он решает ему какую-то проблему. И если он это делает хорошо, то пользователь настолько доволен нашим продуктом, что он рассказывает о нем своим друзьям. Вот я рассказал про lifetime, то есть, это в среднем сколько пользователей продерживается в нашем сервисе. Но я упомянул такую величину, как retention, удержание. Retention это, как говорят, важнейшая метрика для продукта. Как она выглядит? У нас, кстати, есть на этой задачи в симуляторе. Ну, например, вот. Retention это какая доля пользователей из тех, кто в некоторый день ноль купил первую подписку, какая из них доля останется на второй месяц, на третий месяц, на четвертый месяц, на пятый месяц и так далее. и в хорошем продукте, который нашел свою product market fit, и сейчас мы обсудим, что это, вот эта кривая, она выходит на некоторое плато. Она выходит на плато, например, на 40%, на 30%, на 20%, но если она не выходит на плато, то это плохой продукт, который, как я сказал, пользователь зашел, поигрался и бросил. Это не то, что будет решать его проблему в течение длительного времени. Хороший продукт это тот, у которого какая-то доля пользователей задерживается на очень долго, то есть она продлевает из месяца в месяц и не отваливается. Это значит, что продукт реально закрывает боль, реально закрывает потребность для какого-то подношенства аудитории. Да, не для всех, это не страшно, это у всех продуктов так, у всех приложений, у всех компаний, но должна быть доля пользователя, для которых он реально решает какую-то боль. И, собственно, retention, то решает ли твой продукт для кого-то какую-то важную боль, за которую пользователь будет регулярно готов платить или нет, это есть какой-то такой ключевой вопрос твоей компании. Если ты не нашел вот этот самый product market feed, когда продукт нашел свою аудиторию, нашел свой рынок, если этого нету, то ты не будешь расти, у тебя пользователи будут захватить и отваливаться, то есть у тебя будет очень низкий LTV, очень низкое соотношение lifetime value к стоимости привлечения клиента. И мы хотим, чтобы это соотношение, как я сказал, было как можно больше, чтобы LTV был выше, чем стоимость привлечения в 3 раза, в 4 раза, в 5 раз, а то и больше, 10 бывает. Но считается от 3 хороший показатель. То есть если мы, например, потратили на весь маркетинг в разрезе новых клиентов 20 баксов и у нас LTV 60 баксов, это очень хорошо. Вот, собственно, если посмотреть, вот за счет вот того, что вот эта вот кривая retention, кривая удержания, то есть вот это вот соотношение, кто в целом мог бы к этому моменту, к этому дню остаться в нашем сервисе и кто реально остался, кто реально продолжает пользоваться нашим сервисом, это соотношение, вот видно, если оно выходит на плато, то вот этот вот толстый хвост под графиком, он и превращается в наш очень большой LTV, в нашу большие длинные деньги. И, соответственно, если мы привлекаем новых клиентов, у нас вот этот вот большой хвост, он как бы продолжает расти. То есть у нас нет такого, что он угасает, улетает в ноль и LTV, ну, как бы конечный, очень конечный и в очень короткое время пользователь отваливается. У нас как бы желательно, чтобы какая-то была доля аудитории, которая с нами очень надолго. Вот пример, кстати, ретеншина у Netflix. То есть видно, что, ну, может быть, да, не совсем прям на плато, на плато, но вот здесь кажется, это в неделях или, может быть, даже, я так предполагаю, в неделях. и видно, что вот красные, желтенькие, как горты, да, вот они вот такие вот такой длинный хвост превращаются. Тоже, ну, примерно вот склаживаются вот эти вот кривые ретеншина по разным категориям пользователей, по разным группам пользователей. Смотрят ретеншин часто вот вот кто пришел там в первый месяц, во второй месяц, там, или там в первое полугодие, там, во второе, в третье, чтобы как-то сравнить, а как у нас там старички удерживаются и как там какие-то новые там пользователи из новых каналов продаж удерживаются в нашем сервисе. Если вот эта кривая еще раз выходит на плато, значит, наш продукт сметчился с некоторой, с некоторым сегментом аудитории, на которую мы распространялись маркетинг активности. Значит, найден так называемый PMF Product Market Fit и двигаемся дальше. Если у нас хороший, ну, если у нас отличный продукт, если он очень хорошо удовлетворяет пользователей, то о нем, ну, то пользователи будут удовлетворены и он им будет настолько нравиться, что они будут неизначай рассказывать о нем друзьям, коллегам, кому угодно. то есть, они будут сами являться нашими такими вот маркетологами, то есть, они будут сами распространять наш продукт. И для этого, для того, чтобы оценить, насколько пользователь доволен нашим сервисом, доволен своим вложением, есть различные метрики, например, есть такие метрики, Customer Satisfaction, удовлетворенность клиента. Вы наверняка видели такие всякие плашечки, насколько вы доволен нашим сервисом, очень недоволен, недоволен, нейтрален, там, доволен, очень доволен. По ним, по вот этому вот, сколько в среднем, там, от 1 до 5 ставит какую-то оценку. мы можем следить какой-то такой, ну, удовлетворенность пользователя. И вторая метрика, которая нас интересует, это NPS, Net Promoter Score. Вы наверняка видели плашечки в виде, насколько вероятно, что вы порекомендуете наш сервис другу или коллеге от нуля до сети. Я такие видел даже в супермаркетах после оплаты. И там стоит таких вот 11 кнопочек. На самом деле эти цифры там не просто так. Эти цифры важны, чтобы мы, как компания, могли посмотреть, какая доля поставит например, очень высокую оценку, например, 9-10, и какая поставит очень низкую оценку и не перечитается 6 и меньше. Те, кто поставил 9-10, это, скорее всего, пользователи, которые настолько довольны, что они будут даже рассказать друзьям. NPS, то, насколько он высокий, очень коррелирует с вирусностью, очень коррелирует с тем, насколько вот продукт растет сам с собой. То есть, что не просто мы делаем усилия, чтобы привлечь новых пользователей, а пользователи сами рассказывают друзьям, сами делятся и так далее. Чтобы они делились, нужно, чтобы у нас большая категория пользователей попадала в категорию 9-10, чтобы они ставили восторженные высокие оценки. И как далее считается NPS? Мы берем, вот, как я сказал, те, кто поставили оценку 9-10, это так называемые промоутеры. те, кто поставил до 6-ти включительно, это детракторы. То есть, промоутеры это те, кто будут промоутить наш сервис, рассказывать про него, и детракторы, кто будет говорить, типа, ну нет, говно какое-то неудобное, ну, такое себе. И нам хочется, чтобы процент промоутеров был сильно-сильно больше, чем процент вот этих вот, ну, неудовлетворенных пользователей. И мы считаем NPS как процент промоутеров минус процент детракторов. То есть, в любом случае, будут пользователи недовольные. Но хочется, чтобы процент очень довольных был как минимум на 30-50 процентов больше, чем детракторов, чем неудовлетворенных. Здесь имеется в виду процент от общего числа пользователей. У нас есть еще нейтральные, кто поставил 7-8. Они, можно сказать, сомневающиеся. Не туда, не сюда. То есть, они не будут особенно говорить, что сервис плохой, то есть, им он, может быть, нравится, но еще не настолько, чтобы они прямо его обожали. И для нас, как для компании, это некоторая такая категория пользователей, над которыми нужно работать, с которыми нужно активно общаться, с которыми нужно узнавать, что мы, как компания, должны сделать, чтобы сервис больше их удовлетворял. Соответственно, те, кто поставил 9-10, они уже рекомендуют друзьям, они уже рассказывают, и мы тоже, кстати, можем с ними созваниваться, общаться и узнавать, а за что они полюбили наш сервис, что им больше нравится, какие конкурентные преимущества нашего продукта, нашей компании, мы должны усиливать, раскручивать сильнее, чтобы еще больше радовать пользователей. Те, которые поставили 7-8, они не настолько пока обожают, но они, если активно пользуются, мы можем у них узнавать, чего еще не хватает, что бесит, что раздражает, где еще что-то неидеальное и так далее. Ну и, соответственно, есть те, кто очень недоволен, и с ними нужно быть осторожнее. То есть, тоже, если они активно очень пользуются, и они все еще недовольны, это круто. То есть, такие раздраженные пользователи, как правило, подсвечивают какие-то очень-таки важные баги, проблемы, которые некоторые игнорируют, не замечают, умалчивают, чтобы нас не обидеть. Но вот их тоже нужно очень активно слушаться. Если пользователь поставил очень-очень низкую оценку, скорее всего, мы особенно много от общения с ним получим, и вряд ли он даже на контакт пойдет, поэтому эту часть, эту категорию пользователей лучше не трогать. То есть, вот за счет вот такого сбора регулярного обратной связи оценок через такие простые опросики мы можем сегментировать нашу аудиторию, понимать, кому что нравится, не нравится, черпать идеи улучшения продукта, чтобы, соответственно, повышать наш retention, чтобы повышать, удвинять наш lifetime, и тем самым возвращаясь увеличивать наш LTV. Но есть еще как бы знаменатель во всей этой формуле, и он связан с стоимостью привлечения пользователя. Стоимость привлечения пользователя, как она считается? Да очень просто. То есть, мы берем все затраты на маркетинг и делим на число новых клиентов, например, за месяц, за период какой-то. Понятное дело, что у маркетинга часто отложенный эффект, и все это трудно считать, но есть разные подходы, как можно это аккуратно считать. В маркетинге нас интересует наверное больше всего некоторая метрика называемая ROI, Return on Investments, возвратные инвестиции. То есть, по сути, вот мы вложили там рубль, сколько получили с этого канала обратно. ROI, ну, по сути, очень похоже считается как LTV, как LTV на стоимость увеличения, и он тоже должен оперировать по сути оценками, потому что часто, очень, очень часто пользователь не сразу покупает, как узнал о нашем сервисе, не сразу покупает, как перешел на него. И мы в моменте не сможем адекватно оценить, насколько хорошо какой-то канал продаж себя окупает. И нам все равно нужно оперировать некоторым прогнозом, некоторой оценкой, смотреть, сколько, например, стоит не один клиент, а один пользователь, один лид. Что такое лид? Лид – это пользователь, человек, который выразил некоторый начальный интерес к нашему продукту, и мы имеем возможность до него достучаться обратно через e-mail, через личные сообщения. Можем, например, если это Telegram-бот, написать от лица бота, через звонок, вы, наверное, в продажах сейчас слышали, сколько у себя там на одном менеджере по продажам лидов, сколько человек, какой пул, с которым он работает еще до покупки. Это все лиды. Откуда мы получаем лиды? то есть вот мы тратим некоторый маркетинговый бюджет на маркетинг. Часто это некоторая доля от выручки, которая формируется как маркетинговый бюджет, и мы должны знать, думать, как ее распределять. Часто мы часть этих денег тратим на эксперименты, если мы еще не нашли какой-то хороший окупаемый канал продаж, и мы тратим какое-то количество денег на каждый канал, смотрим, какой из них лучше окупится, какой из них вообще ничего не принесет, какой принесет небольшой эффект, какой принесет очень сильный эффект, и мы хотим как раз вот эту все формулу, ее можно считать даже в разрезе одного канала продаж. То есть, например, мы можем посчитать юнит-экономику отдельно по органике, то есть, по контенту, который мы создаем в соцсетях, по SEO-оптимизации, то есть, насколько мы высоко в выдаче вообще по запросу, насколько нас легко нагуглить через какие-то видео на ютубе, через, возможно, там, рилсы, тиктоки, шортсы. Это как бы одна история. Мы можем посмотреть там, а какая у нас окупаемость, когда мы делаем закуп рекламы, например, у блогеров, а какая у нас окупаемость, когда мы делаем какие-нибудь конкурсы, реферальные ссылки, какие-нибудь партнерки и так далее. То есть, у нас есть весь этот рекламный, весь этот маркетинговый бюджет, и мы его хотим распределить так, чтобы найти хорошие каналы продаж, которые нам приносят больше денег, чем мы на них тратим. Про разные подходы к маркетингу с точки зрения аналитики и машинного обучения, у нас есть задачка в симуляторе DS. Здесь, например, есть такой канал привлечения, как affiliate marketing. Это о чем? Вы наверняка слышали выражение, как арбитраж трафика. Арбитраж трафика, арбитражники трафика или паблишеры, это некоторые ребята, которые умеют выстраивать воронки продаж, которые умеют создавать креативы, которые знают, где их нужно разместить, баннеры, рекламы, где закупить, чтобы на них перешло очень много пользователей и купило некоторый сервис, некоторый продукт. И они им часто дают какой-то процент от продаж, какую-то комиссию. Например, это может быть 20-30%. Например, это может быть какое-то количество денег за каждую конверсию. Как договориться? Они могут получать с пользователя какой-то процент его lifetime value, либо они могут получать какой-то разовый платеж за первую подписку, который может быть даже сильно больше в стоимости одного месяца. Но если мы знаем, что у нас очень хороший, если мы уверены, что у нас очень хороший ретеншн, очень хороший lifetime value, то мы знаем, что несмотря на то, что мы в моменте потратили больше денег, чем получили, это все равно окупится. И есть еще такая величина, такая метрика, как payback период. Payback период – это, собственно, время, которое пройдет с момента наших затрат на какого-то пользователя или какой-то сегмент пользователей до момента, когда это окупится. это будет сильно раньше, в хорошем сервисе, в хорошем продукте, которые прибыльны, это будет сильно раньше, чем закончится его LTV, если он вообще заканчивается по этой категории пользователей. То есть какое количество дней, какое количество недель, месяцев пройдет до окупаемости. Это payback период. Как, да, еще раз, affiliate маркетинг работает. То есть в affiliate маркетинге мы платим за уже конверсии, за уже клиентов. И в affiliate маркетинге, и в рекламе есть такие понятия, как CPA, cost per action, цена за одну конверсию, сколько денег мы даем за одну конверсию. И есть cost per mile, это больше из рекламы. Какая стоимость у нас тысяч показов, например, в случае именно cost per mile. Если мы, например, рекламируем наш сервис через площадки вроде Telegram Ads, вроде TikTok'ов и так далее, вроде Яндекс.Дзен, то у них есть, ты как человек, который, ну, как рекламодатель, ты можешь поставлять CPM, то есть сколько ты готов денег потратить на тысячу показов. Если ты тратишь мало денег, то тебя, скорее всего, будут показывать редко, потому что у тебя платформа каждый момент времени проводят некоторые, за каждого пользователя проводят некоторый аукцион. То есть она такая смотрит, а кто сколько предлагает заплатить за этот показ на какого-то этого пользователя. И если у тебя маленькая цена за тысячу показов, тебя будут показывать редко, и твой рекламный бюджет будет реализовываться очень медленно. Если у тебя очень большой CPM, ты выставил его большим, то тебе покажут довольно быстро и прокрутят твой бюджет быстро. Но опять-таки CPM, он влияет на то, сколько ты все равно денег потратишь на этот канал продаж. То есть кому-то важно быстро собрать показы, быстро собрать пользователей. Кому-то это менее важно. И тут еще это очень зависит, вот эта хорошая стоимость за показы зависит от сегмента аудитории, на который соответственно ты таргетируешь свою рекламу. Но допустим ты вот какую-то рекламу показал. У рекламы есть такое важнейшее показатель как CTR, click-through rate. Какая доля пользователей, какая доля человек из тех, кто увидел в итоге переходят на твой продукт и становятся твоим лидом, который мы обсудили. И соответственно у нас есть conversion rate, какая доля лидов, кто пришел в твой продукт, пришел в твой сервис, в итоге становится клиентами. И вот это соотношение клиентов к лидам называется conversion rate или просто конверсия. И ты когда оцениваешь, анализируешь некоторый новый канал увлечения, ну или даже если какой-то старый, то ты смотришь на вот эту всю воронку, сколько человек примерно увидят эту рекламу, сколько из них перейдут и станут лидами, какой процент, сколько человек в итоге останется. Из всех, кто стал лидом, какая доля станет клиентом, по твоим прикидкам, и так ты можешь оценить, собственно, customer acquisition cost по этому каналу. То есть ты сначала даешь какую-то прикидку, какую-то оценку, либо если у тебя есть уже история взаимодействия с похожим каналом, ты можешь какие-то цифры более точные поставить, но ты какую-то модель такую построил, какую-то воронку оценил, посчитал, какой у тебя стоимость увеличения пользователя, и дальше принимаешь решение, типа у тебя даже в хорошем каком-то, при хороших оценках, при хороших прикидках, будет ли это вообще окупаться или нет. То есть ты знаешь примерный свой, например, lifetime, или может быть даже lifetime value, или может быть даже lifetime value по какому-то похожему сегменту аудитории, и ты можешь прикинуть, какой у тебя будет при тех конверсиях, при тех CTR-ах, которые ты ожидаешь, какой в итоге будет стоимость привлечения. Если окупается, если ROI высокий, то ты с радостью тратишь на этот канал привлечения деньги и смотришь, что будет. Но опять-таки, если у тебя высокий NPS, высокий Net Promoter Score и высокий Y-комбинатор советует, что он должен быть от 50. В случае, например, его очень трудно растить, то есть тебе нужно реально менять свой продукт, обновлять, улучшать. У каких-то известных вам приложений он вообще отрицательный. То есть они больше испытывают негодование, чем радость, и тем не менее у них NPS может быть высокий. Но, например, у Tesla NPS, он, по-моему, 93, 5, 97, плюс 97 или какое-то такое значение. То есть очень высокий, то есть они очень довольны и прям всем заветуют, что вот мне настолько нравится там все вот это, что вот я всем рассказываю. И если у нас как бы вот этот вот вопрос с NPS, ну, можно сказать, закрыт, то есть у нас продукт отличный, то вместо того, чтобы самим тратить деньги на платное привлечение, пользователи наши, как я сказал, будут за счет сарафанки, за счет того, что рассказывают своим друзьям, или даже сами там снимают ролики, сами какой-то контент генерируют, который рекламирует наш продукт, то это уже будет таким вот самостоятельным, органичным источником новых пользователей, новых лидов для нас, которые работают уже без наших вложений. То есть вы, например, могли слышать то, что Telegram не тратит деньги на маркетинг вообще, то есть у него все происходит за счет того, что пользователи довольны его сервисом. Но я вначале сказал, когда рассказывал про как мы оценим lifetime, что вот эта вот формула, она очень грубая, и есть способы, как можно оценить лучше. Сейчас я переключусь на дашборд и покажу. Это DataLens от Яндекса, и здесь мы оцениваем наши показатели ретеншена, наш RPPU, нашу маржинальность и в конечном итоге получаем LTV. В данном случае у меня абсолютно все в формулах. То есть я здесь взял не реальный ретеншен, а я его смоделировал с помощью распределения парета. Это не единственный способ, как это можно делать. Можно делать там, брать просто вот правую сторону нормального распределения, можно взять другое вообще распределение. Это такая степень свободы творчества, которую вы можете использовать и прикидывать разные какие-то распределения по тем данным, которые вы замеряете в вашем сервисе, чтобы как-то аккуратно моделировать, как оно будет на самом деле. И что мы здесь видим? То есть у нас есть некоторые два параметра, отвечающие за лямбда и альфа, отвечающие за форму распределения ретеншена. То есть то, насколько у нас круто спадает этот хвост, ну, спадает ретеншен, насколько у нас толстый общий хвост. Здесь в данном случае за как бы один год 37% ой, 31% пользователей не отваливаются. Если мы здесь поставим побольше циферку, то мы увидим, что то мы увидим, что вот да, вот как бы очень маленько, ну, 6% остается, тут какая-то вот такая вот, какое-то подобие плато, и наш LTV видно, что он к какой-то циферке сходится. В данном случае у нас маржинальность 60%. Опять-таки можем с ней играть. Если мы за счет того, что умеем сокращать косты, там, добились того, что у нас маржинальность аж 70%, мы видим, как вырастает опять-таки LTV. И если мы добиваемся того, что у нас там средний чек опять-таки растет, там, не 7 долларов в месяц, а, скажем, мы сделали там, чтобы было 9 долларов в месяц. Кстати, здесь не месяц, а, прошу прощения, здесь неделя. 52 недели в году. Ну, пусть там будет 7 долларов. Вот мы видим, что через год при таком ретеншене у нас LTV будет 45 долларов. Не так уж много. Давайте теперь сделаем так, чтобы у нас ретеншен был поздоровее. Чтобы у нас не так, что вначале все отвалились и это. Вот, мы сделали так, что у нас уже 20% остается под конец. То есть у нас тоже где-то вот, ну, плато не выходит, конечно, здесь, но какая-то такая тоже вот доля пользы остается. У нас здесь уже LTV под 90 баксов. Можем еще сделать лучше. Итак, можем моделировать, типа, как мы, влияя на разные метрики, на разные параметры нашей модели, мы можем как бы остальные тоже метрики постараться аккуратно внести. И как это можно на самом деле еще делать? Можно просто открыть буквально Excel и посмотреть наших пользователей, посмотреть, сколько в среднем пользователь тратит, на какие-то, как у нас по тарифам распределяется, посмотреть, какой у нас по активности или по платежам, какой у нас ретеншн, как-то его смоделировать каким-то распределением, попробовать разные можно, и попробовать поиграться с этой бизнес-моделью, поиграться, посмотреть, как у нас меняется LTV, посмотреть, ну, а чем у нас выше LTV, тем более дорогие каналы привлечения, ну, платного привлечения мы можем себе позволить. И если у нас хороший LTV, мы можем много тратить на привлечения, зная, что это в конечном итоге окупится. Вот так это можно более аккуратно моделировать вместо такой грубой формулы. И вот так вот все вот эти вот метрики, о которых мы сегодня поговорили, вот так вот они дружат между собой, и повторюсь, очень ценен тот аналитик, тот инженер, тот маркетолог, который понимает роль каждой отдельной метрики во всей вообще картине, во всем механизме, во всем, во всей компании, во всем бизнесе. Как вот его вот какие-то там отдельные метрики, например, он трудится над тем, чтобы пользователем что-то было удобнее, это в конечном итоге выродится в то, что пользователь будет более доволен сервисом, и он дольше задержится. И вот эти вот какие-то вот такие вот точечные усилия, они на самом деле важны и в рамках всей картины. То есть если мы надольше держим пользователей, значит у нас больше денег мы получаем, больше денег мы можем тратить на привлечение, про нас больше знают, мы быстрее растем и так далее. И наоборот, если мы, например, говорим про маркетинг, про маркетинг, если мы нашли какие-то каналы, которые меньше требуют наших денег, для того, чтобы мы привлекали пользователей, то мы, соответственно, можем больше пользователей привлечь, больше денег получить и какие-то там нанять там больше человек, чтобы делать продукт еще лучше. И опять-таки увеличивать LTV. То есть все друг с другом взаимосвязано и очень ценится и очень важно понимать роль каждой метрики во всей системе. Спасибо всем за внимание. Я крайне надеюсь, что это повествование, этот рассказ этот разбор, как устроена юнит-экономика, зачем она нужна и с чем демо связано, что он был полезен для вас, для вашей карьеры, для ваших задач, для ваших продуктов и, возможно, для вашей будущей или нынешней компании. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok